Живописная картина опрятных брестских улиц, красивых парков и уютных кварталов – заслуга работников городских служб. Ведь именно они на постоянной основе делают так, чтобы наш любимый город с каждым разом становился только краше. Сегодня, когда в городе над Бугом наблюдается теплая и влажная погода, это идеальные условия для быстрого роста травы, на улицы города выходят работники ЖКХ с тримирами в руках и наводят порядок на земле. Они обкашивают земельные участки, где по санитарным нормам высота травы превышает положенную норму. У нас увеличен график покоса и рабочее время у людей тоже увеличено. Сейчас работаем с 8 утра до 19.00 вечера. Покос проводится согласно согласованного графика с городскими властями. Да, некоторые улицы косятся чаще, чем другие улицы. Почему? Потому что в связи с тем, что улицы такие, как Московская, проспект Машерова, Ленина, проходные улицы, они косятся в месяц 2-3 раза могут коститься. А вот улицы, которые в частном центре находятся, подальше от города, в спальных районах некоторых, они могут коститься один, максимум два раза в месяц. Но скажу одно, что за сезон мы пройдем все улицы города Бреста. Специалисты коммунальника сегодня быстро и качественно наводят лоск на любой местности. А все это благодаря комплексной работе нескольких видов механизированного оборудования. Сегодня в арсенале предприятия газонокосилки, триммеры, ручные мотокосы, современные кусторезы и, конечно, самоходные косилки. На мотокосах, соответственно, 25 человек на покосе и плюс 10 райдеров, ну, самоходные машины для хозяйки. В этом году мы уже закупили три райдера новых, три или четыре райдера. Мы закупили новых и одну косилку, как можно сказать, сидячую косилку. Такие, как хотят, например, бейсбольные поля, там в футбольные поля человек сидит и рулем просто не руляет. Да, она, техника постоянно обновляется. Она и ломается, но она и обновляется постоянно. В дальнейшем есть в планах, что у нас будут опять закупаться новые техники. Покос травы на первый взгляд вроде бы простую, но очень нужное, важное и при этом сложное дело. Которое также входит в расширенное понятие благоустройства территории. Сегодня даже с нехваткой кадров работники коммунальных служб стараются охватить все территории по два, то и по три раза в месяц. Город уже по два раза, как минимум, косился в этом году. Это как минимум. Некоторые по три раза участки. Ну, это основные центральные улицы, центр, спальные районы. И еще осталось в городе, еще и частных секторов много. Тоже возьмем, получается, тоже Мощенку, например, тоже Дубровку, Гершоны. Там по одному разу пока прошли, получается, поход произошел уже. Силами городских служб благоустройство будет продолжаться и дальше, чтобы делать наш город чище и краше. Продолжение следует...